Ирина Макарова 8 февраля отправила сыну и мужу СМС. Если можете, простите, будьте счастливы, прощайте. И с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Ее супруг Алексей делает предположение, что исчезновение жены связано с действиями коллекторов. С середины января ей стали поступать звонки с требованием погасить задолженность. А в день исчезновения на двери он обнаружил письменное уведомление о долге. Хотя, как заверяет Алексей Макаров, ни он, ни его супруга никаких кредитов не брали. Мы живем, как говорится, в хорошей семье, в достатке. И вот эти наезды, я не побоюсь этого слова, именно наезды коллектора привели к этому состоянию человека. Звонивший представлялся сотрудником банка и даже называл адрес работы, приглашая на встречу Ирину Макарову. Но, по всей видимости, женщина на нее так и не попала. Еще свежа в памяти сентябрьская встреча с вышибалами долгов. Тогда она закончилась смертью Никиты Пальянова. Молодой человек не брал никаких кредитов, а лишь приехал на встречу с коллектором на улицу Мельчакова вместе со своим другом. Назвать сложно их людьми. То есть, единственное, сейчас хотелось бы, чтобы восторжествовала справедливость по данному факту. Ну, это натуральное убийство. Вот и все. К десяти годам колонии приговорил суд одного из обвиняемых. По второму, приговор еще не вынесен. Чем закончится история с пропавшей Ириной Макаровой, пока так же не ясно. Закон о коллекторской деятельности до сих пор не принят. И работа таких агентств, по сути, никак не регламентирована. Если вам или вашим близким продолжают звонить и угрожать из-за банковских долгов, стоит обратиться в полицию. Помните, что только судебные приставы и только по решению суда могут прийти к вам домой и изъять имущество. Все остальное незаконно. Ритис Бараускас, Семен Соснин, телекомпания Ветта.